Коптер МЧС Другие водители нередко сообщают о нахождении поста дорожно-патрульной службы. Водители, конечно, не ожидают такого поворота, скажем так, событий, но они реагируют в целом нормально, понимают, осознают то, что они нарушили, потому что есть видеозапись самого нарушения. Сделать трассу безопаснее можно не только с помощью коптера. Как нам пояснили в Упрдор-Алтай, на федеральной дороге увеличивают сплошную линию, устанавливают камеры и знаки, запрещающие обгон на местах с плохой видимостью. Но самой эффективной мерой все-таки является расширение Чуйского тракта. В текущем году на 17 километрах уже введены участки четырехполосные, на 28 продолжаются работы, на 32 в текущем году будут начаты работы по расширению Чуйского тракта. Кстати, 70% всех аварий на Чуйском тракте происходит при нарушении правил обгона. В прошлом году на федеральной трассе произошло 143 ДТП, погибло 36 человек. За пять месяцев этого года уже 15 человек. Если такая статистика не пугает нарушителей, то хотя бы штрафы и лишение прав может остановить от опасного обгона. Ведь кто знает, когда именно над вами пролетит коптер. Ирина Корчегина, Алексей Фризин. День с толком.